Сила детского воображения В легендах снов вас ждут захватывающие приключения, необычайно красивые пейзажи, упоительная мелодия и забавные мишки-помощники. Чтобы превратить свой сон в поистине легендарный, вам понадобится много фантазии, ресурсов и золотых монет. Все это предполагает множество приятных хлопот и интересных заданий, ведь без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Добыча ресурсов – дело нехитрое, все, что вам понадобится, можно найти под рукой – дерево, хвою, траву, хворост, грибы и нектар. Все это дает вам лес. Вам нужно лишь собрать необходимые ресурсы или привлечь к сбору помощников. Ваши помощники – это добродушные мишки, для работы которых нужны специальные постройки – хижины, лесоруба, лесника, каменщика и ферма. А кроме того, мишек нужно подкармливать вареньем, чтобы те трудились как пчелки. Варенье можно изготовить в котле или купить в магазине за лунные кристаллы. Кроме вышеупомянутых ресурсов, которые, кстати, можно собрать и у соседа во сне, есть еще и такие, которые нужно выращивать самому. Урожай культур и материалы, приносимые животными. С посадкой и сбором растений все просто, а чтобы создать животное, нужно купить в магазине живую фантазию. Поставить ее на склад, кликнуть на ней и выбрать нужное животное. Для завершения создания существа вам понадобится фантазия друзей или своя. Все животные создаются на определенный промежуток времени, после чего от них остается сгусток фантазии, который можно собрать и получить много приятных бонусов. Из всех ресурсов – самая ценная фантазия, ведь без нее невозможна игра. В сущности, фантазия – это аналог хорошо всем известной энергии. Фантазия нужна для выполнения почти всех действий в игре. Кроме того, что фантазия восстанавливается сама, ее можно изготовить в домике на дереве, пополнить в магазине за лунные кристаллы или помочь соседям в их снах. Лунные кристаллы – игровая валюта, пополняемая за голоса. Также кристаллы можно получить в бонусе на каждый седьмой день регулярной игры. А вот с золотыми монетами дела обстоят намного проще. Их дают почти за все действия в игре. Регулярный доход монет дают специальные прибыльные здания. Их можно найти в одноименном разделе магазина. Неплохо подзаработать можно, продавая со склада урожая и материалы. Помимо стандартных действий, в игре есть много приятных моментов. Например, ловить воздушные фонарики в своем и соседских снах. Фонарики приносят такие бонусы, как опыт, монеты, элементы коллекций. А помогая соседям в их снах, можно случайным образом найти сундук с сокровищами, в котором все то же, что и в фонариках, только намного больше. Правда, помощь соседям лимитирована. Не больше 20 соседей в сутки или 100 действий у них. Одним из преимуществ игры является очень удобный механизм дарения бесплатных подарков и коллекций. А кроме того, здесь можно дарить даже ресурсы и различные предметы, изготавливаемые в производственных зданиях. Пускай ваш сон приносит вам только радость и вдохновение, чтобы фантазия никогда не иссякала, а соседи были радушными и отзывчивыми. С вами были обзоры игр социальных сетей на verdictor.net. Подписывайтесь и комментируйте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok